Волонтёры вынесут из центрального круга полотнище, на котором написано, что чемпионат мира это время находить друзей, время делать друзей, время создавать себе друзей. И время, по ходу которого не должно быть, вообще не должно быть места расизму, не только на трибунах стадионов. Состав сборной Украины на ваших экранах и с ним я вас сейчас и собираюсь познакомить. Олег Блохин действительно решил не искать от добра добра, полностью сохранив победный состав после матча с командой Саудовской Аравии. Александр Шавковский в воротах, Андрей Несмачный второй, Анатолий Тимощук четвёртый, Андрей Руссел шестой, Андрей Шевченко седьмой номер, Олег Шилаев в восьмой, Олег Кусев девятый, Андрей Воронин десятый, Сергей Ребров одиннадцатый, Максим Калиниченко девятнадцатый и Вячеслав Свидерский двадцать второй номер. Что у сборной команды Туниса? Кто сегодня на поле? Али Бумнижель, галкиперс, Карим Хаги третий номер, Зиет Джазири пятый, Хатем Трабельси шестой номер, Мехдин Афти восьмой, Двенадцатый номер Джохар Мнари, тринадцатый Радж Буазизи капитан команды, Адель Шетли четырнадцатый номер, Радж Джейди пятнадцатый, Арнис Айяри девятнадцатый номер и Хамед Намуши номер двадцатый. Арбитров мы вам представили, составы тоже, но на всякий случай напомню, что ваши комментаторы сегодня Андрей Талалаев и Григорий Твалтвадзе. Григорий, мы даже рассказали о положении в группе и все болельщики, наверное, сегодня нашего канала будут переживать, да и всей России, именно за сборную Украины, хотя достаточно поклонников, как мы видим, вот по одеянию стадиона и у сборной Туниса, достаточно людей пришло поддержать свой герб, свою сборную, свой футбол и прогнозы тех, кто говорил, что сегодня могут появиться свободные места на этом стадионе. Да, битком, битком, удивительно. И матч начался. Кстати, непростая задача сегодня у Максима, вот противостоять этому футболисту, который сейчас с мячом Траберси любит, умеет ходить вперед. Посмотрите, как сейчас по бровке прошел, обыграл и подал еще в штрафной, но дальше нарушение правил подталкивал защитника. И сам, сам красиво упал. Пятый номер Джазери и получил желтую карточку за артистизм. Артистизм 6-0. Посмотрите. Ой-ой-ой, действительно. Как же грубо, в кавычках, было сыграно со стороны Андрея Руссела, который его и не думал трогать. Ну, Джазери. Так вот, у многих руководителей Федерации футбола Туниса и вообще в этой стране, у руководителей государства поменялось вообще отношение к созданию самой так называемой футбольной структуры, когда каждый элемент, каждый компонент работает на главную команду, на сборную команду страны. Ну, вот Рожелемер, несмотря на то, что вообще в своей жизни дал, по-моему, считанное количество интервью, но вот этим одним интервью заставил многих призадуматься. Олег Блохин по традиции пошел в тунисские клубы. Когда-нибудь его увидят, вспомнят о нем наставники сборной Бразилии. Мечтал об этом и уехал в Тулузу. Ну, вот Рожелемер уговорил его принять тунисское гражданство, понимая, что мало шансов у того оказаться в сборной Бразилии. Но вот сегодня Сантоса нет в составе. Что? Свидерский. Желтая карточка. Помните момент, вот буквально пять минут назад он также агрессивно пошел, выиграл верховую борьбу, но там локтями немножко помял нападающего. И сейчас вот буквально за такой же эпизод движение... Да, облокотился движение локтем. Очень внимательный вот к этому нарушению правил арбитры на этом чемпионате. Ну и, наверное, правильно. Вы знаете, каждый чемпионат мира в последние годы дает какое-то особое направление в судействе. Вот как мне представляется, после чемпионата мира в Японии и Корее особо активно стали судьи отрабатывать нарушение правил за задержку, за майк, за футболку, за трусы. Вот я думаю, что после этого чемпионата мира упор будет сделан как раз вот на эти самые... На эту работу локтями. Бил неплохо по воротам на Муши. Похожи эти футболисты, но если придержал, то скорее всего Гусин. И Гусев, да, Олег. Из Днепропетровского. Мы уже говорили о том, что достаточный объем именно оборонительных действий он совершает. И там помогает своим защитникам. Попало по ногам Андрею Шевченко. Воронин бежит. Воронин рвется к воротам. Хорошее подкрепление. Воронин. Ну надо бить. Эти Мощук уже подобрал мяч. Перед этим, посмотрите, не зафиксировал судья офсайд. Фуалет. Хорошо, что пролетел мяч. Да, неприятная ситуация. Да, тут такая была быстрая смена декораций. Один длинноволосый футболист, один длинноволосый блондин заменил другого. Я думал, что это вороп. Да, сорок лет. Бум Нижелю. Играет за клуб Африка. У себя на родине. Шевченко с лета пытался пробить. Очень красивая получилась атака. И даже не совсем удачный удар Андрея вызвал аплодисменты. Ну, Бум Нижель на всякий случай. Два человека в стенке у игроков сборной Туниса. Честно говоря, я думал, что побежит Максим Калиниченко выполнять удар с этой точки. Это, в общем-то, такая его классическая позиция. И несмотря на то, что Тунисы смогли все-таки перевести мяч на чужую половину, но там ценой фола приостановил эту атаку несмочную. Буазизи. В направлении Трабельси. Понятно. Сейчас Буазизи должен быть наказан. Показалось в какой-то момент, что потянулся за желтой карточкой. Нет, записал, записал. Тринадцатого номера показал желтую карточку парагвайский арбитр Карлос Амарилья. И упор делался как раз не на отработку взаимодействий, а именно на отношение к игре, на настроенную игру, о том, что, может быть, не до конца внимательны были футболисты. И снова Бубнижель мяча промахивается. И здесь тоже я вот к чему завел этот разговор. Вопрос в области психологии. Раз ошибся, два, и все равно продолжает идти. И продолжает ошибаться. Можно попробовать воспользоваться этим. Что Шилаев и делает. Посмотрите, дальний удар. Тут кто-то лежит. Тимасчук, Тимасчук. Держится за бедро. Хороший удар. Хороший, хороший удар. Недва не срезал свои ворота. Вот, посмотрите. Что, еще одна желтая карточка была показана. И это вторая желтая, насколько... Мне не изменяет память. У Джазери. У Джазери. Здесь жесткий подкат пошел. Футболист сборной Туниса. Ну и удаляет. На самом деле удаляет. Да, Джазери. Вторая желтая карточка. Откровенно говоря, вы знаете, тут одно единственное неудобство на нашей комментаторской позиции. Это вот прямо перед нами стоит такая опора. Столб, из-за которого время от времени мало что бывает видно. Ну что, 0-0 после первого тайма. Команды отправляются в раздевалку. А вот нам повторяют момент. Да, вот желтая и красная карточки. Ну что ж, 0-0. Не так часто доставлялся мяч, как хотели этого футболисты и тренеры команды. И вот, может быть, именно после этого было принято непростое решение уменьшить количество защитников. Ну вот и еще одна желтая карточка. В данном случае Шилаев ее получает за нарушение правил против Трабельси. Посмотрите, вот тот самый длинный шаг. Но здесь, правда, уже последняя фаза вот этого движения Трабельси нами наблюдалась. А трудно тут что-то говорить. Сергей Ребров покидает пределы поля. И вместо него выходит Андрей Воробей. Игрок донецкого шахтера. Ну, в сегодняшнем матче совершенно точно. Димащук на левый фланг пришел. На левый фланг атаки из полузащиты. Ну и сзади ударил по ногам Джей Ди. Проиграл борьбу. И вот получает желтую карточку. 61-я минута. Перевели мяч вновь на правый фланг. Да. Все атаки идут вот по этой зоне. Там, где Трабельси и Буазизи. Находит, находит сейчас момент для этого штрафного. Арбитр цеплял ногу. Русл. На муши Русл. Посмотрите, несмотря на то, что дотянулся до мяча, все-таки задел ногу полузащитника сборной Туниса, который сейчас выполняет роль нападающего. И очень неприятный штрафной оборот сборной Украины. Еще и желтую карточку получил Русл. Вот это, наверное, лишнее. Вот эти желтые, которые хватают футболисты. А у Русл она вторая. Да, у Русл она была. Впрочем, как и у Свидерского, которая была. И если, дай бог, Украина пройдет следующий этап, будут пропускать эти футболисты игру. А в первом тайме Несмачный не получал у нас желтую карточку? Нет, в первом тайме только Свидерский отметился. Свидерский, да. Несмачный без желтой. И вот очень неприятный, опасный момент. Представляете, сколько человек в стенке? Шесть? С учетом тунисского футболиста, да. Нет, это не гол. Это не гол. Мяч проходит выше. Угловой, тем не менее. Посмотрите еще раз. Головой сыграл кто-то из футболистов в стенке. Даже не головой. Это непонятное напряжение нависло сейчас на стадионе. Могло разрядиться сейчас это напряжение. Дотянулся до мяча игрок сборной Туниса. Вот, посмотрите, сразу три летели на Шавковской. На Шавковскую и смяли его. Молодец. Дал кипер. Только это Калиниченко был. Шавковский. Остался там, где ему нужно быть. И вот Шавковский. Шавченко обокрал. Посмотрите. И пенальти. Молодец, Андрей. Молодец. Трудную минуту. Дождался своего момента. Осталось только реализовать. Саркастическая улыбка на лице. Заплел ноги. Ну и плюс ко всему еще цеплял плечо за руку. Может быть, отворот уходил, да, Андрей. Но зачем же цеплять сзади? Ну и сам Андрей Шавченко будет выполнять. Видимо, Тунис с собой Шамана не привез. Сейчас Айерий плюнул на мяч так, выполняя роль Шамана. Шамана. Колдун, а уж не знаю. 1-0. 1-0. Был мяч в ситуации, когда, казалось бы, ничего не предвещало опасности воротам соперника. Добился нарушения правил. Может быть, подставлялся. Как угодно. Но без претензий к нему со стороны ни партнеров, ни тренеров. Был целый ряд эпизодов, когда он... Кто уходит? Уходит 14-й номер. Шедли. Но если он Буазизи сейчас заменит, то, честно, я подумаю, что у Либера какие-то претензии прям к нему личного плана есть. Меняет Буазизи в который раз. Третий матч, третья замена Буазизи. Но иначе нам удачи не видать. Мне кажется, под этим лозунгом проводится замена. Так вот, я в самом начале нашего репортажа хотел рассказать вам историю, связанную с Зеппом Блаттером. Очень удачно нам его показали. Есть, как принято говорить в таких ситуациях, информационный повод об уважении немцев к Зеппу Блаттеру. Тут совсем недавно... Продолжу. Совсем недавно, во время встречи министра иностранных дел Германии с одним из своих коллег на футболе, чтобы уединиться для беседы, они вошли в какой-то кабинет. Жилаев, Руссел. 85-я минута встречи. 5,5 минут до конца основного времени матча. Тунис с мячом. Это на Муши. Трабель Си. Пришел сюда на фланг, дабы отвлечь защитников Бен Саада. А Трабель Си решил самостоятельно завершать атаку. Вот он и стал капитаном команды после ухода 13-го номера. 15-й номер сейчас появится. Это Артем Милевский. Форвард Киевского Динамо. Высокорослый парень. Метр девяносто. Вместо Андрея Шевченко. Была эта замена, похожая в предыдущей встрече. И Артем Милевский очень здорово смотрелся и на юношеском чемпионате, где команда Украины заняла второе место, уступив в финале в очень сложной борьбе. И там Милевский смотрелся как... Гусин. Воронин. Обыгрывает одного футболиста. Смещается в центр. Дальше. Дальше Бумнижель. Хорош в этой ситуации голкипер сборной Туниса. Ну и Воронин, посмотрите, неплохую комбинацию разыграл с партнером. Джей Ди активно очень мешал Воронину. Штрафной будет пробивать футболист... А, нет, из-за боковой будут вводить мяч в игру футболисты сборной Украины. Молодец, Бумнижель. Милевский. Вот первое касание мяча. Ох! Джей Ди. Желтую карточку сейчас получит. А между тем, греческий бог Хронос, повелитель времени, продолжает контролировать его бег. И пошла последняя минута сегодняшнего матча. Уже, наверное, не бег, а стремительный полет. Посмотрим, сколько добавил арбитр. Уходит нафки. Траву получил футболист. Который, кстати, сегодня выиграл большинство воздушных дуэлей. Почти после каждого стандарта именно он выносил мяч из своей штрафной. Пошло уже компенсированное время. Три минуты добавил арбитр встречи Карлос Амарилья. Вот сейчас, Господа, надо благодарить футболистам сборной Украины, что не попал по воротам Сантос. Хороший, острый нападающий. Нашел он момент. Но единственное, не успел подстроиться под мяч и переправить его в ворота Шавковского. Ну, это было понятно с самого начала, даже перед тем, когда Олег Блохин готовился назвать состав сборной Украины. Было понятно, что без Анатолия Тимошука состав не состав. Жилаев, Воронин, Димащук, Воронин, удар! Угловой! Андрей Гусин просил мяч сейчас у Воронина. Так, набегал лицом к воротам, но предпочел другое решение форвард. Очень интересное и, может быть, оправданное решение. Димащук, подача! Вот сейчас гусин нет. Все, дорогие друзья! Закончился, закончился этот матч, после которого, я думаю, мы все с большим удовольствием поздравим сборную Украины с выходом в следующий этап чемпионата мира. На 70-й минуте капитан сборной Украины Андрей Шевченко забил столь необходимый, столь важный гол с 11-метровой отметки.